Всем привет! Сегодня я рассмотрю крайне интересную тему, а конкретно перенос профиля локального пользователя в профиль доменного пользователя. Зачем это нужно? В основном это нужно в ситуации, когда в компании внедряется доменная сеть и необходимо компьютеры пользователей подключить к домену. Но тут возникает следующая проблема. Все сотрудники привыкли к своему рабочему пространству и не особо хотят, чтобы что-то менялось. Оно изменится, так как работать они уже будут под новыми доменными учетными записями. И вроде бы не такая уж большая проблема скопировать документы пользователя с одного рабочего стола на другой. Но есть определенные настройки, которые не так просто перенести. Допустим это вкладки в браузере, сохраненные пароли, настройки специфического программного обеспечения, активация софта и так далее. В общем ему придется заново все настраивать, а учитывая, что далеко не все пользователи дружат с компьютером, то количество обращений по подобного рода вопросам увеличится в разы. Пока в течение определенного времени все настройки не будут произведены. Но есть одно классное решение, которое позволяет в несколько кликов избавиться от данной проблемы. А называется оно User Profile Wizard от компании Forenseed. Попасть на их официальный сайт можно вот по данной ссылочке. Также к видео я ее прикреплю forenseed.com. И собственно грею душу, что она бесплатная, по крайней мере для наших нужд достаточно будет бесплатной версии. В чем заключается суть ее работы. В общем она переносит профиль локального пользователя в доменный. Но если быть точным, она его не переносит, а связывает доменную учетку с нужным нам локальным профилем. В результате чего пользователь также работает в привычном для себя окружении, но уже в домене. Возможно поначалу не особо понятно, но сейчас я все покажу на практике. Переходим в раздел Freedom Loads. Кстати, помимо вот этой вот программки, у них есть еще две такие интересные софтинки. Трансвиз это как раз таки программа, которая непосредственно переносит сам профиль с одного компьютера на другой. И DevProf с ее помощью можно настроить профиль по умолчанию, который будет применяться к новым пользователям, которые будут логиниться на данном компьютере. В дальнейшем я также планирую рассмотреть работу этих программ. Ну что ж, скачиваем, выбираем здесь версию. В нашем случае, конкретно у меня это будет версия Windows 10, поэтому скачиваю вот этот дистрибутив для Windows 10 и Windows 7. Также, как вы видите, у нас есть версия для Windows XP. Собственно, скачиваем куда нам нужно. Я это уже сделал. И загружаем ее на компьютер. И устанавливаем. Версия программы портативная, несмотря что здесь запускается такой установщик. Он просто распаковывает вот эту портативную программу, в которой происходит выполнение всех работ. Предлагаю, смотрите, чтобы мы точно были уверены, что у нас все-таки все корректно и правильно переносится. Давайте, во-первых, посмотрим в 1С, у нас вообще базы какие-нибудь добавлены или нет. Как вы знаете, если мы входим под новым пользователем, то здесь никаких баз нет. Нам приходится их заново вручную добавлять. И вот вообще таких нюансов довольно много. Это добавлять базы где-то, не знаю, в автокаде определенным способом у него настроено меню и так далее. В общем, действительно, вот с этими обращениями может быть от двух до трех месяцев. Если пользователь использует программу один раз в два месяца какую-то, и вы только через два месяца узнаете, что у него что-то не работает. Поэтому вот раньше нужно было по несколько компьютеров, допустим, 2-3 компьютера перевел и сидишь ждешь, пока у них полностью работа не настроится. Потому что если перевести весь офис, там, не знаю, 20-30 компов, ну, к примеру, вот так, да, то будет заявок столько, чтобы просто все это дело не вывезете. Но данная программа нас в этом выручит. Понятно, база у нас есть. Тут получается у нас файловая база подключена и серверная на SQL. Отлично. Давайте я предлагаю, чтобы посмотреть в корне, как бы, самого профиля что-то у нас будет или нет. Ну, к примеру, какую-нибудь страницу давайте добавим в избранное. Так, избранное, избранное добавить. Так, посмотрим. Вот, отлично. Немецкие политики. Отлично. Все. Мы сможем теперь проверить вообще, что это у нас до пользователей. Давайте посмотрим. В принципе, можем посмотреть, где находится вообще этот профиль. Так, диск C, юзер. Вот, пользователь, получается, у нас юзер. Отлично. Все, запускаем программу. Причем одно из условий, вот в данной ситуации, компьютер у вас не должен принадлежать домену. То есть, это первый момент, когда мы будем подключать данный компьютер к домену. И вот, собственно, через данную утилиту мы и будем это делать, а не стандартными средствами, как мы привыкли, там, через этот компьютер. Изменение параметров, идентификация или изменить принадлежность компьютера к определенной группе или домену. Все это мы будем делать через эту утилиту. В общем, приступаем. Далее. Выбираем профиль пользователя, который нам нужен будет. Вот, в данном случае, это у меня профиль юзер. Еще у нас есть варианты. Отключить учетную запись или удалить ее. Что это означает? Сам профиль удален не будет, будет удалена учетная запись. Но, к примеру, если мы переводим к домен, то мы будем входить под доменную учетной записью. И нам необходимо локальные учетки максимально отключить, оставить только админскую. И, чтобы нам, допустим, это не забыть сделать, мы можем здесь указать галочку, чтобы ее отключила сама программа. Выбираем. Отлично. Дальше нам необходимо ввести адрес домена, к которому мы будем присоединять этот компьютер. И ввести имя пользователя, к которому будет привязан данный профиль. Ну, вот, к примеру, допустим, у меня за этим компьютером в рамках одноранглой сети здесь сидит бухгалтер. Я создал на сервере для бухгалтера учетную запись. Пользователи компьютера. Кстати, заодно проверим, действительно ли подключится этот компьютер к домену или нет. Вот так. Пользователи. И вот у меня есть пользователь Татьяна Иванова. И логин у нее бухгалтер. Вот его мне и нужно будет указать. Так, домен. У меня офис.лог. Вот эта галочка означает, что присоединить данный компьютер к домену и ввести аккаунт. Вот под таким доменным пользователем мы будем выполнять вход. Установить его как по умолчанию. Давайте. Не будем указывать эту галочку. Там вручную будем входить. Еще момент. Так, надо. Сейчас я посмотрю себе настройки сети, потому что у меня вот эта, получается, машина в рамках одноранговой сети работает. Мне необходимо сейчас посмотреть, вообще увидит ли она мой сервер. Сервер. У меня на сервере настроено 192-168-01, IP-адрес. И... Так, вот эту сеть я отключу. Мне нужна будет только локальная. Так, 06. Но у меня вот DNS не прописано. А следовательно, он не сможет подключиться к домену. Давайте. Я здесь донастрою. В суть вникать здесь особо не надо. 162-168-01. В общем, сейчас мы сможем достучаться до контроллера домена. Давайте пропингуем. Называется он у меня сервер. Да, отлично. Связь есть. Значит, мы сможем подключиться к домену. Все отлично. Office.log. Подключить к домену. И вот под этой учетной записи у нас будет работать пользователь. Идем далее. И все. Пошел процесс настройки подключения компьютера к домену. Так, вводим здесь учетной записи пользователя, который имеет права присоединять компьютер к домену. У меня это только администратор домена. И все. Пошел весь этот процесс настройки, который мы указали. Дожидаемся, пока он завершится. Migration complete. То есть, миграция завершена. Нажмем далее. Готово. Вот нам сообщается, что компьютер будет перезагружен. Хорошо. После перезагрузки мы видим у нас окно. Система пытается зайти на данный компьютер. Опять же, вот под этим пользователем юзер, под которым автоматически выполнялся вход. Но так как у нас сейчас уже домен, автоматически он не входит. Давайте попробуем войти все-таки под этой учеткой. Как под локальной. Нажимаем вход и у нас сообщение. Ваша учетная запись отключена. Обратитесь к системному администратору. Отлично. То есть, вот эта галочка, которую мы указывали в программе, отработала. Таким образом, мы, если даже потом забудем ее отключить. Здесь она у нас уже отключена. Отлично. Далее нам необходимо добавить, войти под другим пользователем. Как вы видите, вот у нас надпись есть. Вход в офис. То есть, компьютер уже в домене. И, как вы помните, мы под бухгалтером. Будем здесь работать. Точнее, сотрудник. Пароль. Так, Татьяна Иванова. Добро пожаловать. Отлично. Ну что ж, давайте проверим, сохранились ли наши настройки. Так, избранная. Да, вот как вы видите, эта вкладка у нас сохранилась. То есть, отлично. Все настройки браузера сохранились. Один из предприятия. Один из предприятия. Да. То есть, все то же самое. К примеру, давайте зайдем в свойства и посмотрим, где сейчас берется этот профиль для данного пользователя. Вот берется он также. Users. Профиль от пользователя User. То есть, сейчас мы нашего доменного пользователя, как бы, прикрутили к этому профилю. И для конечного пользователя ничего не изменится, за исключением того, что ему необходимо будет входить под логином бухгалтер и вводить пароль. Все остальное у него останется то же самое. Как вы видите, у меня вот здесь появился этот ярлычок обмен. А значит, мы действительно в домене. И групповая политика доменная отработала. По которой у меня создано такое правило, что всем компьютерам подключать вот этот ярлычок с обменом. Давайте попробуем, зайдем. Да, отлично. Это сервер шара. И можем здесь пользоваться общим доступным ресурсом. Так, давайте зайдем еще в управление. Кстати, вот тут один момент. У меня вот эта оснастка управления компьютером запустилась. Хотя, когда мы под новым пользователем доменным входим на рабочую станцию, автоматически она имеет права обычного пользователя. То есть, никаких админских прав у нее нет. Но, как вы видите, здесь у нас данная оснастка запустилась, хотя ее может запускать только администратор. Следовательно, учетная запись бухгалтера у нас стала админской. Но, я так понимаю, вот эта программа, через которую мы все это дело делали, посмотрела. Если текущий пользователь, ну, который нас интересует в данном случае, юзер, является администратором, то и учетную запись, которую мы будем примонтировать к ее профилю, также сделать администратором. Ну, или находится в каких-то определенных группах пользователей и везде вот эту учетку также прописать. Поэтому, если вам не нужно, чтобы пользователь был админом, переходим в группы, администраторы и вот, как видите, офис бухгалтер, он администратор, его просто можем отсюда удалить, дабы обезопасить себя в том, что пользователь начнет что-то где-то менять под админскими правами. Ну, как правило, домены пользователей прав у нас не имеют. Еще давайте, знаете, что проверим. Кстати, ну, вот в качестве пользователей, это здесь у меня такие пользователи, как вы видите, у нас здесь не появилась вот эта учетная запись бухгалтера, следовательно, она действительно является доменной. Еще предлагаю посмотреть следующий вариант. Кстати, давайте посмотрим вообще у нас появился этот компьютер или нет. Вот, точно подключился. Это у меня Windows 6.10. Еще перейдем также в управление компьютером. Смотрите, мы подключились сейчас к серверу, к общедоступному ресурсу. И меня, допустим, интересует, а действительно ли мы сейчас под учеткой доменной ходим по сетевым ресурсам. Мы же видим, что у нас профиль премонтирован вот к локальному профилю бывшего там локального пользователя юзер. Давайте вот здесь зайдем в общие папки, сеансы. Вот. Как вы видите, система сервер сам видит, что мы выполнили, подключились к данному серверу от пользователя бухгалтер. Следовательно, да, все отлично. Мы действительно работаем под доменную учеткой, а профиль остался у нас точно таким же. Благодаря данной программе можно очень быстро перевести компанию в доменную сеть без каких-либо проблем. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok